Сегодня у нас обзор пляжа Элафониси, пляжа с розовым песком на Крите. Мы приехали сюда на машине из Георгиополиса, это где-то 120 километров на арендованной машине. Сейчас скинули машину на парковке, там выше. Идем к пляжу, посмотрим на этот чудесный розовый песок. Вход на пляж бесплатный, парковка бесплатная, но мы уже приехали ближе к 6 вечера. Хотим попасть на закат, народу меньше. Очень много машин возвращалось обратно. Мы ехали туда, машины возвращались, дорога одна, такой серьезненький серпантин, который длится километров, наверное, 40. Ну, не знаю, пока песок не очень розовый, народу много. Песок действительно розовый, но только в воде, там, где он мокрый. На берегу это обычный белый песок. Пляж с розовым песком Лафаниси. Ну, я бы сказала, немножко разочаровывающий пляж. О нем очень много, да, про Крит рассказано. Это я. Приехали мы сюда из Георгиополиса. Ну, достаточно далеко ехать, больше ста километров. Дорога нормальная, но... Ну, вот я сейчас снимаю. Это должен быть пляж с розовым песком. В общем, вот по этой линии, только где вода заворачивается, он немножко розовый. И сейчас мы уже вечером... Чуть чем ниже солнца, тем менее он розовым. То есть, возможно, если бы мы были утром, то он бы был более розовым. Но сам песок на пляже, там где-то сухой, он обычный. То есть, вот кромка воды, которая подходит к берегу, она, ну, отдает розовым цветом, в принципе. Ну, назвать это прям пляжем с розовым песком я бы не могла. Поэтому, если настраиваетесь увидеть полностью пляж, засыпанный розовым песком, то нет, это не оно. Пляж неплохой. Можно арендовать зонтик, лежак, есть бесплатный душ, всякие кафешки. Ехать по дороге с серпантином, наверное, час через остров. Ну, и с любого конца, с которого будете ехать по нормальной дороге. То есть, вот мы из Гергеополиса Ханью проехали. И следующий, сейчас не могу вспомнить, как называется городок. И, в общем, оттуда уже вглубь острова. И вы приезжаете. Стоянка здесь бесплатная, практически близко к пляжу. Ещё раз есть туалеты, душ. Сам пляж очень хороший. То есть, песок вот, песок в воде, вода, поэтому такая голубая. Но, так как называют его пляжем с розовым песком, ты ожидаешь увидеть розовый песок, но не видишь. Как-то так. Если вам ехать будет не очень далеко от того места, где вы проживаете, приехать сюда можно лучше, я думаю, утром. Скорее всего, когда солнце светит сверху, он более розовый. Но если ехать вам очень далеко, то, наверное, это не... Мне больше понравился пляж с пальмовым озером, пальмом и лесом. Смотрите обзор у нас на канале. Вот, наверное, пока самый для меня топовый пляж. Это пляж с пальмами. Но, наверное, стоит посетить и пляж с розовым песком. Хотя он не совсем и розовый. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!